В общем, у моей мамы для рождения в сентябре, я решила ей уже устроить сюрприз сейчас и, ну не знаю, только что забрала посылку. Вот такие у нас обстоятельства. Иду сейчас в СБР, мне нужно закинуть денежку на свою копилку и еще что-нибудь. Ну да, закинуть денежку. Вообще, я хотела проконсультироваться, открыть ли мне счет вклады вот это все. У меня уже один есть, хотела еще один открыть, но я не знаю. Как я сказала ранее, я уже получила посылку, я потом покажу ее подробнее. Я не задумалась сразу же снять, и такая коробочка там не очень, но я покажу. Ну и вот, иду и ищу СБР. Они почему-то закрыты все. Вот. Блуждаю где-то. Вышла напрямую, сейчас буду рассказывать что-нибудь. Блуждаю. Я, наверное, сейчас точно на площадь Советов выйду какую-нибудь. Я на Виадуке у нас. Давно хотела побывать в этих местах, ни разу тут не была. Надеюсь, посылка с Алиэкспрессо моя придет. Петличка. И лишних звуков не будет, наконец-таки. Вот. У меня сегодня такая косичка вообще неудавшаяся. У меня сегодня что-то с головой проблемы, с причесоном моим. Вот вроде бы я сделала ничего. У меня аллергия, я иду без маски. Я молодец. Вот. Ну последние деньги. Я же не работаю. Я пробовала подрабатывать. У меня ничего сильно-то не вышло. Ну как бы то есть работать, то нет работать. Сейчас я уже буду готовиться к экзаменам. Работать не буду. Я все ориентируюсь по гуглом картам. Вообще самая любимая гугл карта, потому что... Ну они все реально правду показывают. Вот где я сейчас нахожусь. Мне кажется, интерфейс у них всех лучше. Мне из ряда достали эти машины, которые ездят и ездят. Ой, шум от них вообще. Парковка. Вот. Ничего тут здание интересное вообще. Иду по интуиции, считайте. Ну я сверяю с гугл-картами. В основном по интуиции иду. В общем, я туда зашла. Там какие-то турникеты, турникеты, а одни турникеты. Я ничего не нашла. Зачем тогда писать, что там есть Сбербанк, если он находится не для общего использования? Я не понимаю. Где мне найти Сбербанк? Ладно, поеду домой тогда. Выйду на своей остановке. Там найду банкомат. Какой-нибудь банкомат мне надо. На карте. Я думаю, что в некоторых магазинах он есть. Просто, возможно, он не отмечен на карте. Ну блин. Мне это надо. Сейчас была в Сбербанке у себя. Уже наконец-таки нормальный Сбербанк. Вот. И проконсультировалась я. Хотела открыть два счета. Один у меня счет, где копилка моя. Оттуда я никогда деньги не беру. Вот. Я никому не разрешаю оттуда деньги брать. А вторая у меня, значит, просто денежка, которую я как бы не трачу в обычные дни, но я ее трачу там на подарки, честно говоря. Я их для этого и зарабатывала. И третье. У меня есть еще просто карта моя, где я там трачу деньги на жабачку и так далее. Вот это вся лабуда, бельберда. Вот. И мне нужно было бы, чтобы моя копилка была на депозитном счете, на котором нельзя снимать. Чтобы никто не снимал даже вообще никак. И вторая у меня есть копилка. Ой, и вторая, значит, у меня была... Вторая денежка у меня была на накопительном счету. Потому что я как бы тоже не каждый день беру оттуда. А вот определенный месяц. Короче, я пришла домой где-то три часа назад. Я ничего не снимала, у меня неохота было. Вот. Поэтому сейчас я буду снимать. Соседи что-то у нас непонятно что делают. Ой. Распаковочка. Вот такая вот у коробочка. Не очень красивая. У меня она чуть не зашла. И... Та-дам! Шик и блеск. Надеюсь, маме понравится мой подарочек. Вот такие вот. Делала сережки вообще милипизерные. Я почему-то думала, что... Ой, маникюр мой не смотрим. Переделаю потом. Мне казалось, что у них будет побольше почему-то. Ну, ладно. Что есть, то есть. Уже поздно что-либо перезаказывать. В общем, рассказывать, что произошло. Я хотела сделать квест. И вместе с квестами я хотела еще сделать, чтобы на каждой станции... На каждой станции... Ну, специально разъездились, да. На каждой станции моя мама находила какой-то подарочек. Но подарочки мои не пришли, к сожалению. Поэтому я хотела распечатать фотографии на каждой станции, чтобы она находила новое задание и фотографию. Но, угадайте, что? Я живу в таком месте, где закрыто, короче, все. Ну, как? То есть в субботу и воскресенье не работают фотоцентры. И они работают только с понедельника по пятницу. Хотя в городе работают и в субботу. В общем, полный облом. Вот. Не знаю, я еще хотела колечко сплести из бисера черненькое такое. Ну, не знаю. Постараюсь все-таки сплести так, чтобы мама не спалила меня. Вот. Я иду с физкультуры. Нас намучили там. И хорошо, что я еще пешком не пошла до площади. Я бы не дошла домой. Потом я вышла на фотоцентре. Около четырех километров, что лейте до дома мне. Или около петель с фотоцентра. Около четырех с половиной, наверное. Вот иду домой пешком. Сошла еще по пути на почту. Вот такие дела. Хочу вам поведать, что же еще у меня было сегодня. Я остановилась на моменте, когда я шла домой уже с первого фотоцентра, который был закрытым. Потому что по субботам и воскресеньям он не работал. И работает только в понедельник. Это моя ошибка. Я не посмотрела в интернете. Досколько они работают. И по каким дням. Далее я все-таки уговорила свою семью. Мы поехали в город. Это было очень странно. Ну я сказала маме, что мне надо. Ну конечно мы понимаем все зачем. Но мне надо чтобы без тебя. Поэтому мы поехали на площадь советов. Там значит был фотоцентр. Я зашла в фотоцентр. Мои родители уехали по делам. По фотоцентре говорят, у них что-то там сломано. Они не могут ничего мне распечатать. Мы фотографии не печатаем. Я такая, куда мне идти? Ну ладно, думаю спущусь ниже чем площадь. Там есть форум. Там я нашла еще один магазинчик, где можно спечатать фотографии. Пришла я туда. Я не могу найти магазин, потому что в форуме я не могла найти какие-то опознавательные знаки. То есть был план эвакуации. А вот где какие магазины находятся, я не нашла этого. Ну как сказать, стенда. Что-то типа такого. То есть никакой навигации. Вообще вроде бы в форуме я видела навигацию раньше. Может быть мне показалось конечно. Я весь его обошла. Я действительно не нашла навигацию. Я не нашла как ориентироваться по магазинам. Вот мне нужны конкретные Яндекс карты. Они не показывают конкретный маршрут в самом торговом центре. То есть заходишь ищи сам. Вот где бы там ни было. Ищи сам. Вот. В итоге я не нашла и пошел в другой фотоцентр. Там значит была очень милая женщина. И мои фотографии, угадайте что, не распечатались. Просто потому что писал, что файл поврежден. Я отправлял через почту раза три. Писал, что файл поврежден. Распечаталась только одна фотография, где я вместе с одноклассницами. А мне это надо было, где я с мамой. Ну, мама там семейные фотографии. Ну, я отправляла через Viber вначале. Они не открывались. Потом она мне говорит, типа, через файл нужно отправлять JPEG. Я говорю, что я и отправляю через JPEG. Ну, не понимаю, какой файл. Либо через PNG. И я через PNG вроде бы надо было мне посмотреть дома. Как это отправлять и так далее. Обычно я просто отправляла всегда файлы моему дяденьке, который у нас тут. Он возле моего дома как бы. Ну, возле моего дома. Ага, четыре километра пойдешь. Ну, не километра, а четыре тысячи шагов. До этого дядьке идти нужно. Было даже побольше, наверное, потому что он чуть подальше был. Ну и вот. И я расстроилась. Я ничего не распечатала целый час. Почти у меня там простояли. Мы промучились. И так и сяк. В итоге распечатала одну фотографию. Я с одноклассницей пришла домой. И мне пришла в голову замечательная идея. А сделаю-ка я фото-видео. Ну, что-то типа такого. Я же хочу делать квест. И сделаю подарок. Квест. И подключу к своему телевизору. Но мой телевизор LG. Походу 2008 года. Ну, то есть очень старый, вы понимаете, да? Но не совсем старый. Ну, вот он. Ну, ладно. Вам не видно. Беленький. Он такой, значит, беленький. LG. У него такая старая менюшка там. Беленькая такая вся. То есть вот пульт у него где-то там был. И, значит, что? Я пытаюсь что-то поковыряться в настройках через Wi-Fi. Но я понимаю, что телевизор слишком старый. И на нем, возможно, еще нет такой функции, как Wi-Fi. Следовательно, я ищу через USB. Но, как оказывается, что он и старый даже для USB. Там нет USB. Там нужно будет, получается, какой-то некий переходник. Чтобы я могла подключить свой телефон к нему. Но это я догадываюсь. Потому что вроде бы нет ничего невозможного. И все-таки люди раньше, наверное, как-то подключали. А это, наверное, должен был быть переходник. А в итоге телевизор есть внизу, который прекрасно подключает USB. Потому что он новый. И телевизор в маминой комнате. Но там телевизор такой тормозной. Почему-то там приставка тормозит. И либо он весь сам тормозит телевизор. Я уже не знаю. Я его боюсь трогать. Он абсолютно какой-то неадекватовый. Неадекватовый. Наверное, перейдем к следующему. Интересно, я засниму само одержание или нет? Надеюсь, что да. А сейчас прошу вас не пугаться. Это видео поздравление для моей мамы. И оно немного необычное. Потому что нужно будет решить ряд головоломок, чтобы найти свой якобы украденный подарок. Духи, духи. Где у нас духи хранятся? Не только здесь. И не только здесь. Духи, которые я тебе дарила, большие такие были. Нет, большие такие. Но ты мне не пользуешься, правда. О, ну целый квест мне, Кристинка. О, господи. Окно одно. Там немножко написано, по-моему, что-то. Вот так под дно. Подойди в зеркало. Вот так дом. Одно окно. Каждый день в окне кино. Вот так дом. Одно окно. Каждый день в окне кино. И что это там внизу подписано? Белый. Белый. Небо, что ли? Нет. Вот так дом. Одно окно. Каждый день в окне кино. Ну, телевизор? Ну, а какого цвета? А, белый. Вот это мой бардак. Пятая загадка. Реши задачу. Загадка. Морской бой. Б-4. Л. Д-6. Д-6. Ла. Лапша, что ли? Три. З-2. Лампа. Ж. Лампа, короче. Д-10. Лампа какая из. Лампа. Сюшки, ты тратишь. Ну, ты что за лапу? Ну, ты на... Ой, какая красота. Вообще офигеть. Я сейчас одену все это, выложу. Спасибо, мои зоны. О, вовремя. Ой, какая красоте. Красоте. Что, думаешь, я совсем ку-ку, что ли, чтобы в последний день что-то делать? Это не про меня. А что ты тогда бегала? Зачем ты тогда туда? Ну, я фотографии хотела вообще распечатывать. И все принтеры в городе сломали. А что на городе надо было? А то он не работает по понедельникам только. Какая у меня красотин, люди. Даже не представляю, как здорово иметь дочу. Только доча может это сделать. Ну, конечно, я порву, потому что продавать я не собираюсь. Да. Буду я носить. Синенький, красивый. Прям камушек мой, Кристину все знает, угадал. Ну, а потом он такая, черный, черный. Я такая все же думала, где здесь черное возьму. У меня уже все синие. Ммм, сейчас здорово. Зачем деньги пролить? Колечко тебе небольшовато? Как раз? Нормальное все. Большовато чуть-чуть, да? Колечко у себя классное. Большовато? Не, нормальное. Они у меня только худеют, то... Давай-ка на указательный палец попробую его. Ёх! И я все квесты отгадала. Ой, какая у меня мама все квесты отгадывает. Давай я тебя поцелую. А, да? Красотень. Все, пока. Пока-пока всем. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok